Добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры! 30 января у нас сегодня, воскресный день. Уже прошли январские праздники, Рождества Христова, Крещения. И уже, можно сказать, с сегодняшнего дня, мы с сегодняшнего, точнее, евангельского чтения начинаем потихонечку подготавливаться к периоду, который ведет нас к Великому посту, так называемый подготовительный период. И вот сегодня во всех храмах читалось Евангелие о том, как Господь исцелил человека слепого от рождения. И вот я сейчас зачитаю это евангельское повествование от Луки, 18 глава, 35-43 стихи. «Когда же подходил Иисус к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» И Иисус сказал ему, «Прозри! Вера твоя спасла тебя!» «И он тот час прозрел, и пошел за ним, славя Бога!» И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу! Нужно сказать, что уже в последний раз Господь посещал этот город. Это был третий год миссионерского служения Христа. И вот если первый раз, проходя мимо этого города Ерихона, когда Господь шел к реке Иордан для принятия крещения, то Он шел один, Его еще никто не знал, не знали, что в мир пришел Мессия, Спаситель, то сегодня, сейчас, возвращаясь опять в Иерусалим из этих мест, Господь проходил мимо этого древнего города Ерихона, одного из самых древних, или, как ученые считают, самым древним городом в мире – Ерихон. И вот за ним шла уже тогда толпа людей. Люди, большинство шли за ним для того, чтобы получить помощь, исцелиться в своих болезнях. Кто-то за ним шел послушать его речи, его слова, от которых он говорил. Кто-то шел ради любопытства. И вот при входе в этот город Ерихон сидел человек слепой от рождения. Когда он услышал, что идет толпа, он спросил, кто это, что это за такое движение здесь. Ему сказали, что это Христос из Назарета. Можно предположить, что вот этот слепой слышал о Христе. Ведь если посмотреть вообще всю территорию Иудеи, и даже теперешнюю территорию, то это может быть, как наша, чуть-чуть больше нашей Гродницкой области. То есть Христос, когда три года проповедовал, он, конечно же, исцелял людей, исцелял больных. И этот слепой человек слышал о Христе. И вот когда ему сказали, что это Иисус Назарей идет, то он начал громким голосом кричать «Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня!» Почему называет он его Давидов? Потому что Мессия, Христос, как говорится, произойдет из колена царя Давида, из рода Давидова, точнее, так правильно сказать. И вот и Мария, она происходила из рода царя Давида. Потому что очень часто Христа называли «сын Давидов», хотя он не являлся его сыном, а был его, естественно, потомком. И вот этого слепца начали унимать, заставляли даже его молчать, кто шли впереди. И вот он тогда еще громким голосом стал кричать «Сын Давидов, помилуй меня!» И вот Господь Иисус Христос остановился возле этого слепого человека, и задал ему, казалось бы, нелепый вопрос «Чего ты хочешь от меня?» И мы видим, что в словах этого слепца не было там просьбы «исцели меня», он просто просил «помилуй меня», как мы часто произносим молитву «Господи, помилуй». То есть «помилуй» переводится как «помилуйся», «окажи, Господи, милость ко мне». Но Господь задает ему этот, казалось бы, на первый взгляд такой неважный вопрос, и, точнее, понятный вопрос, ненужный вопрос. «Чего ты от меня хочешь?» И слепой ему говорит «а чтобы мне прозреть?» И далее мы в Евангелии читаем, что Иисус сказал ему «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тот час прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. И, наверное, сложно нам представить людям, которые видим весь этот мир, что значит слепота телесно. Этот человек на протяжении всей своей жизни, мы не знаем, сколько ему было лет, но, как мы видим, он был нищим, то есть, по-видимому, его родители уже умерли, отошли в иной мир, и вот он зарабатывал себе на жизнь, на пропитание, вот подаянием, просил подаяния, кто что даст. И вот у него была надежда, он той надеждой жил, жил этой верой, что когда-то он увидит этот мир. Вот сегодня он получает в этом евангельском чтении, мы видим, как он получает исцеление, получает от Господа исцеление, и первого, кого он видит перед собой, – это Христос, это совершенная любовь. И далее мы видим, что этот слепой, уже когда прозрел, пошел за ним, пошел за Иисусом. И вот в Евангелии мы видим много событий, когда Господь исцеляет людей, но в каждом из них есть некий еще другой духовный смысл. И если сегодня мы касаемся исцеления слепого человека, то Господь в этом Евангелии, как видят многие богословы, хочет обратить наше внимание на другой вид зрения, на духовное зрение. Конечно же, весь этот видимый мир, он создан для того, чтобы мы познали невидимого Бога. как многие ученые приходили к вере в Бога, приходили и становились религиозными людьми, верующими, вникая в некую глубинную суть тех или иных явлений в мире, в природе. И до сих пор, кстати, ученые не могут подсчитать, сколько точно звезд на небе, сколько галактик, Вселенная конечная или бесконечная. До конца не может быть исследована та же молекула, та же молекула, то есть, может быть, изведома атом, когда действительно, вникая в эти вещи, и глядя вверх, и изучая какие-то здесь, на земле, явления, то есть, человек убеждается в том, что есть некая высшая сила, некий высший разум. И вот как вот часы, если на руках, да, если вот через часов есть, естественно, мастер, кто их сотворил, кто их завел. Если вот этот маленький механизм действует так грамотно, может несколько лет идти, вот у меня эти часы, 10 лет идут, да, вот, кто-то их завел, то есть, они не сами по себе произошли. И вот, видя, как вот этот весь механизм мироздания заведен грамотно, как действуют в нем все законы природы, только, как говорит псалмопевец Давид, глупый человек может сказать, что нет Бога. Ну, или другими словами, слепой духовно человек может сказать, что нет Бога. И вот все мы, к сожалению, заражены слепотой духовной. И верующие люди, и неверующие люди. Неверующие люди, конечно, в большей степени, потому что говорить, что нет Творца, нет Бога, взирая на весь этот мир, созданную Богом гармонию, говорить, что нету Творца, нет Бога, это безумие на самом деле. Но очень часто мы слепы и не видим каких-то духовных вещей в своей жизни. Очень часто мы многое присваиваем себе и таланты какие-то, да, и все, что у нас есть, дары ум, дар слова, дар речи, о которых мы часто в вещах забываем. Даже дар видеть, дар слышать, дар общаться, дар обоняния, как показала нам последняя вот эта болезнь, эпидемия, что даже можно вкушать пищу без вкусовых каких-то ощущений, без запаха. Это ведь все вложено Господом нам, даровано нам Творцом так просто. И очень часто, что мы все, что у нас есть, все, что имеем, наших родных, близких, говорим, это все я, это все благодаря мне. И не видим в своей жизни промысел Божий, ведь Господь о каждом человеке печется, каждому человеку свой путь, каждому человеку помогает Господь нести свой крест. И вот жизнь на самом деле каждого из нас она уникальна и она прекрасна. Иногда мы сами себя загоняем в какую-то, в какую-то одну какую-то комнату, то есть в какую-то одну или несколько проблем, то есть не видим вокруг себя вот этого всего прекрасного мира, не видим и очень часто в людях других мы видим какое-то зло, какой-то негатив, вот, не понимаем, что самый злой человек для меня это я сам, это мои какие-то грехи, мои какие-то пороки, то, что я иногда вижу в другом человеке, это я сам, то есть то, что я вижу в другом, какие-то зло, это хорошие люди, святые люди, они видели в других только позитивное, только хорошее. И вот духовное зрение это наше сердце, которое мы очищаем, когда мы молимся, когда мы исповедуемся, когда мы стараемся ходить в храм, ведь действительно Господь каждого из нас ведет своим путем, и главное нам прозреть духовно, и видеть вокруг себя, видеть настоящим зрением, полным зрением все это окружающее нас. Поэтому, дорогие братья и сестры, я желаю, чтобы духовное зрение у нас было хорошее, чтобы мы действительно за все Бога благодарили и радовались каждому дню, который Он дает нам жить. Спасибо за внимание. И Субтитры создавал DimaTorzok